И вот знание об этом и во всём называется смирением. Если ты точно знаешь, что происходит с человеком, то это даст возможность тебе его терпеть. Видите, смирение основано на самодостаточности человека. Когда у него есть силы, он смирением становится. Когда у человека есть желание служить, он, естественно, становится смиренным, а это уже знание. Вот человек, если знает, что, допустим, а большинство людей, они считают, что я ничего плохого своему мужу не желаю и своей жене. Ведь речь не идет о том, желаете ли вы чего-нибудь плохого. Вопрос заключается в том, желаете ли вы ему чего-нибудь хорошего по-настоящему. Вот в чём вопрос. Как матери говорят. Я своему ребёнку только добра желаю. А почему? Вот, женщина, почему вы своему ребёнку желаете только добра? Я сейчас не осуждаю вашу любовь. Конечно, у вас есть любовь к своему ребёнку. Давайте разберёмся в этой любви. Она полностью бескорыстна или нет? Если у вас к ребёнку бескорыстна любовь, почему бы вам не желать добра так же сильно и всем другим детям? Почему именно только своему? Потому что у Бога есть один определённый механизм. Когда маленький ребёнок рождается, то он заставляет женщину увидеть в нём душу. То есть ребёнок смотрит доверчивыми глазами такими, он доверяется тебе, полностью верит в тебя. И ты когда веру эту видишь, а вера — это божественное качество. Когда ты видишь, ребёнок тебе верит очень сильно, то ты начинаешь видеть в нём душу. Но он, когда вырастает, перестаёт верить. А ты продолжаешь видеть в нём душу. Но он ведёт себя уже иначе, никак совсем маленький. Он не причиняется тебе уже, как раньше. Не слушается. Делает, что хочет. И ты удивляешься. Ну, раньше же он слушался. Почему сейчас не слушается? Потому что он вырос. Вот эта божественная опция, заставляющая её верить в ребёнка и любить, она уже прошла. Он развился, и теперь ему надо уже научиться самому доверять старшим. А это уже непросто. Спасибо.